Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетс, оставляйте вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Классическое традиционное напоминание в описании к этому видео вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал, где на ежедневной основе публикуется большое количество аналитического контента. Это могут быть рыночные заметки относительно событий, которые могут оказать значимое влияние на поведение финансовых активов, либо конкретные торговые рекомендации. Обязательно подписывайтесь, каждый пост можно комментировать, делитесь, оставляйте обратную связь. Если нужно что-то добавить, что-то улучшить, либо что-то вам не нравится, обязательно пишите. Обратная связь это основной канал коммуникации, друзья, с вами. Ну что ж, давайте к основным инструментам, за которыми мы продолжаем следить. Начнем сегодня с рынка нефти. В моменте бренд котируется на отметке 74.13. Локальный максимум вчерашнего дня был на уровне 76.70. И я был, уже поверил, то, что мы снова пошли и быстро сделаем цель 80 долларов за баррель. Причина это новости, которые активно освещались в средствах массовой информации относительно того, что страны ОПЕК, в общем назовем их, достигли компромисса и взаимопонимания относительно того, насколько нужно будет увеличить уровень нефтедобычи добычи с августа. Как вы помните, за обсуждением новых лимитов по добыче мы следим уже на протяжении последних двух недель. А следим мы только лишь по той причине, что страны ОПЕК никак не могут договориться. Ранее были тревожные новости о том, что позиция Объединенных Арабских Эмиратов настолько критична, что с ней не могут согласиться другие участники факта. И это в конце концов может привести к тому, что Объединенные Арабские Эмираты выйдут из аналитического альянса и увеличат добычу настолько, насколько им было бы необходимо с учетом тех колоссальных инвестиций, которые были сделаны в их национальный нефтегазовый сектор в прошлом году. И тут же мрачные тучи над всей нефтянкой нависли, потому что если так поступил бы регион Объединенные Арабские Эмираты, то по аналогии с ним такие же решения могли бы принять и другие участники Объединения ОПЕК+, и также увеличат обычно столько, насколько им необходимо. Здесь нужно отметить, что, конечно же, страны ОПЕК своим альянсом заботятся о будущем рынка нефти. Ну, у каждого из них есть меркантильные цели, есть экономические цели и вот эти решения, которые диктуются, скажем так, экономической целесообразностью. Поэтому я, честно говоря, не критиковал позиции Объединенных Арабских Эмиратов, а и больше критиковал даже другие страны ОПЕК+, которые не хотели пойти на встречу Объединенным Арабским Эмиратам. Потому что справедливости ради стоит отметить, что именно, точнее, только этот регион за последний год вложил в национальный нефтегазовый сектор больше 140 миллиардов долларов. И они вправе получить новую базу сравнения для отсечки именно уровня, с которого нужно было бы высчитывать квоты на период с августа этого года до конца года. Так вот, я внимательно слежу за новостным фоном. Вчера на рынке появилась новость молния, что страны ОПЕК договорились. И рынок, конечно же, позитивным образом отреагировал на это, потому что следом за этой новостью были подробности, что было принято решение все-таки уважить Объединенные Арабские Эмираты и поднять их базовый уровень добычи для определения отсечки с 3,2 миллионов до компромиссных 3,6, в то время как сами представители Объединенных Арабских Эмиратов настаивали на цифрах 3,8. Но здесь как бы золотая середина, компромисс, я думаю, что он устроил всех. Рынок тут же переварил эту новость и решил, что значит с сентября, потому что в целом, наверное, на август ориентироваться не стоит, очень много времени упущено, с сентября уровень нефтедобычи странами ОПЕК будет повышен до 500 тысяч баррелей в сутки. И это все равно, можно сказать, не то чтобы ничтожный, но недостаточный показатель роста предложения, чтобы нейтрализовать тот спрос, который продолжает увеличиваться по мере снятия карантийных ограничений и восстановления мирового экономического роста. И цены логично стали на этом расти. Но тут же, буквально через пару часов, пришла новость опровержения. Опять же, это новость. Сначала Блумберг транслировал идею, что компромисс есть, потом же они извинили для своих слов, потому что Объединенные Арабские Эмираты не подтвердили еще факта достигнутого компромисса. Поэтому в сухом остатке сегодня, по прошествии еще одного дня и уже под закрытием очередной неделе, мы продолжаем следить за тем, как страны ОПЕК-плюс пытаются договориться о новых квотах, о том, до какого периода стоит продлить сделку энергетического пакта уже в 2022 году, устраивает ли это Объединенные Арабские Эмираты и готовы вообще пойти на встречу этому региону. Поскольку провержение было дано, соответственно, цены на нефть начали корректироваться. И сейчас имеем то, что имеем. 74-13 доллара за баррель. Но, друзья, я еще раз напоминаю, что не бывает дыма без огня. Если очень много внимания к этому событию, если мы видим, что страны ОПЕК-пустикуларно все-таки обсуждают эту сделку, нет новостей детальных о том, что сегодня состоится очередная встреча, очередной диалог, я думаю, что все равно переговоры ведутся. И новость положительная для тех, кто ставит на восстановление котировок нефти, может прийти на рынок в любой момент. Я сохраняю длинную позицию и верю в то, что 80 долларов за баррель – это реальная цель. Также в пользу роста цен на нефть и запаса, которые снизились на почти 8 миллионов баррелей за прошлую неделю, ядерная сделка, соглашения США и Ирана отложены до фактически сентября, состоится и продолжится после инаугурации новоизбранного президента в Иране. Еще статистика по Китаю. Промышленное производство в июне выросло до 8,3% с 7,8% прогнозного ориентира. Не будем сейчас негативить из-за более слабого показателя ОВП, потому что промышленное производство все-таки это задело уже на будущий кварт, но тут хорошие цифры. Верю я в рост рынка нефти. Евро, доллар, фунт против американцев. Эти активы я пока что, друзья, не трогаю, потому что хочется окончательно разобраться с тем, что будет дальше с индексом американского доллара. Индекс доллара, кстати, сейчас снижается. И я даже не открывал сегодня график индекса американской валюты, просто смотрел непосредственно на цены, на которых котируется этот инструмент, но посмотрел за десятилетними трежерис, которые снизились, ну, 1,33%. Это минимальное значение с этого года. И точно будем сейчас пробивать планку 1,30, пойдем ниже, это потянет за собой американскую валюту. Выступление Паула вчера в палате представителей двухдневного выступления. Сегодня в 16.30 пройдет второй день его выступления. Речи уже перед Сенатом Конгресса. Ну, в целом, тезисы идентичны. Поэтому Паул вчера четко и ясно дал понять, что ФРС продолжит поддерживать американскую экономику, национальную экономику, потому что прогресс на рынке труда еще недостаточен, чтобы принимать решение об отказе от программы количественного смягчения и росте процентных ставок. Сегодня будет то же самое сказано, и я надеюсь, что доллар станет еще слабее. Золото растет 1826. Здесь я, друзья, поздравляю вас с профитом, активный рост. И я почти уверен, что сегодня-завтра мы, если соберемся силами, сможем отправить золото выше отметки 1850. Пока достаточно факторов, чтобы золото росло. И самое главное из них – это зашкаливающая инфляция, которая снова заставляет крупных инвесторов переживать за то, что завтра деньги будут стоить меньше, чем сегодня. И по остальным активам на узелание сплатив доллара у нас были покупки, мы сейчас остаемся в длинных позициях, а котировки выше 0,70, мы в плюсе. Ждем пару выше. Доллар канадец чуть-чуть разочаровал, потому что мы не увидели резкого укрепления канадского доллара, может быть, из-за того, что рынок нефти скорректировался. Но в целом Банка Канады за итогами заседания, которого мы следили, оправдал наши ожидания, потому что программа количественного осмягчения была свернута с 3 миллиардов канадских долларов в неделю до 2. Может быть, на трейдеров негативным образом повлиял пересмотр прогнозов по экономическому росту до конца этого года с 6,5 до 6 процентов. Возможно, друзья. Но я предлагаю все-таки сфокусироваться на том, что политику продолжают ужесточать. Совсем скоро программа количественного осмягчения будет полностью свернута. И если бы рынок нефти вчера сохранил восстановительный тренд, то пара доллар канадец уже точно котировалась бы в районе отметки 1,24. Поэтому здесь я шорт держу. И фондовый рынок, очередные исторические максимумы, и мы все ближе к нашим целям, как по S&P, так и по NASDAQ. Скорее всего, первая цель будет достигнута по NASDAQ, потому что сейчас котировки 14920 пунктов, 80 пунктов остаются до 15. Думаю, что сегодня-завтра эту цену мы сделаем. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. И всем пока.